Применим два изложенных метода доказательства неравенства в другой задаче, в другом неравенстве. Это такое неравенство. А в кубе плюс Б в кубе плюс С в кубе больше или не меньше, чем 3АВС. Это неравенство каши для трех переменных, знаметая, известная. Будем считать, что переменные не обязательно. Докажем мы это неравенство разными способами. Начнем с однородности. Слева и справа однородные функции. Три переменные. Уменьшим количество переменных в этом неравенстве. Каким образом? Ваше предложение? На Б, купленный на цель. Хорошо. Или на какой-то куб разделить. Совершенно верно. Итак, разделим обе части этого на С в кубе. Считаем, конечно, что С не ноль. Если С ноль, это на тотемь нужно рассмотреть случайно. Хорошо. Ну, кстати, если С ноль, то это очевидно, конечно. Справа ноль, а слева не отрицательный. Поэтому вот так вот. Так, делим на С в кубе. Получится А делить на С в кубе плюс В делить на С в кубе плюс 1 больше и равно чем 3. А делить на С умножить В делить на С. И теперь ясно, какие новые переменные можно ввести. Можно ограничиться всего двумя переменными. Обозначим отношение А к С к буквой Х, отношение В к С к буквой У. И тогда у нас получится неравенство. Х в кубе плюс У в кубе. Давайте я сразу правую часть перенесу в левую часть. Тут у нас справа написано 3ХУ. ХУ значит, что минус 3ХУ, плюс алфейн, не отрицательный. Надо доказать, как это неравенство 3. Здесь, опять же, возможны разные варианты. Но давайте попробуем применить метод, связанный с линиями уровня функции. При использовании метода, опирающегося на линии уровня функции, следует сначала рассмотреть случай, когда переменные равны. Так. Если Х равняется У, получим неравенство. 2ХУ минус 3Х квадрат плюс 1 больше нуля или равняется. Вот. Надо доказать, это неравенство. Пожалуйста, посмотрите на него ваше предложение. Как будем доказывать это неравенство? Конечно, 11-классники и 10-классники, которые те, кто знает производную, могут применить здесь производную и исследовательную функцию f от х. Но я хочу ограничиться только рамками основной школы до 9-го класса. Вот. Может, я бы сгибровать? Совершенно верно. Мы замечаем, что при х равном 1, левая часть обращается в ноль. Значит, х равен 1, который многочленом, стоящим в левой части. 2 минус 3 плюс 1, ноль. Стало быть, многочлен раскладывается на множители, линейные множители х минус 1 умножить. А в скобках надо написать многочлен второй степени. Значит, чтобы получить 2Х в кубе, здесь надо написать... 2Х в квадрате. Совершенно верно. 2Х в квадрате. Чтобы получить свободный член, здесь единицу, надо здесь написать в конце число... Минус 1. Минус 1. Ну и осталось определить, какое же здесь линейное слагаемое. Минус 1. Ну, а дальше уже мы вышли с вами на квадратный трехчлен. А квадратный трехчлен это уже стандартная школьная задача. Он раскладывается на множители, если у него есть корень. Но мы опять с вами видим, есть здесь корень единица. У этого квадратного трехчлен. Значит, раскладываем на множители, получится... Х минус 1 уже в квадрате. Так, а линейный множитель какой останется? 2Х. Минус 1. Минус 1. Линейный множитель. Второй линейный множитель. От возложения этого квадратного трехчлена на множители линейные. Х минус 1 в первой множители. Второй. 2Х плюс 1. Совершенно. Ну, стало быть, мы с вами видим, что это неравенство... Верно? У нас переменные неотрицательны. Верно. Итак, возвращаемся к неравенству 3. На биссектрисе... На биссектрисе оно... Верно. Там, где Х равняется У. Я так далее. Потому что на биссектрисе оно... Не... Пусть Х не равно У. Для определенности я возьму Х больше У. Вот здесь, ниже биссектрисе. Теперь давайте будем двигаться из этой стартовой точки. Или, может быть, такая разначена, вот старт. Ну, еще даже написать, что это фактически начальные какие-то. Вот, надо выбрать путь, который приведет нас на биссектрису. Давайте пойдем по уже проталенному пути. По гиперной. Попробуем. Получится ли? Итак, через эту стартовую точку, как будет какая-то биссектрисе первого. При цели равняется цель. При каком-то цель. Единственное. И мы отправимся в путь к биссектрисе. К друге первое. Давайте посмотрим, как будет меняться у нас левая часть вот этого неравенства. Вот это произведение будет постоянным. Стало быть, нам надо исследовать, как меняется сумма кубов. Как меняется х куб плюс у куб. Давайте посмотрим. То есть сумму кубов мы можем разложить известную форму на х плюс у. А здесь что надо писать? Неполный квадрат разности. х квадрат минус х у плюс у квадрат. Разложили на множители. Минус 3х у плюс у. Мы надо показать, что он не отрицательный. Так, что у нас здесь постоянное? х и у это постоянное произведение. И мы, кроме того, видим еще здесь две комбинации. Две функции, зависящие от х и у, или два многочлена, зависящие от х и у. Во-первых, мы видим сумму х плюс у. И во-вторых, мы видим сумму квадратов. х квадрат плюс у квадрат. Конечно, х и у нас меняются. Меняются и эти значения этих многочленов. Так, но мы про один из них уже говорили. Про какой говорили? Про левый или про правый? Про правый. Да. И мы знаем, что при таком движении по гиперболе этот многочлен... Уменьшается. Совершенно верно. Спасибо. Уменьшается, умывает. А как меняется сумма х плюс у? Стало быть, надо вспомнить линии уровня другой функции. х плюс у. Это функция двух переменных. И ее линии уровня определяются уравнением. х плюс у равняется с. При каждом с мы получаем в первой четверти отрезок. Вот это линии уровня. Так, мы идем с вами по гиперболе. Ясное дело, что чем больше с, тем дальше отстоит этот отрезок от начала координаты. Значит, можно так еще написать. Вот это отрезок, соответствующий С малому, скажем. А вот этот отрезок, это С большой, чтобы так было визуально наглядно. Значит, уменьшается. Стало быть, замечаем, что левая часть доказывает неравенство, последнюю неравенство. Левая часть убывает. И когда мы приходим на биссектрису, там неравенство оказывается верным. На биссектрисе неравенство верно. Значит, левая часть у нас уменьшалась. В финишной точке, на биссектрисе, вот если это означает, в финишной точке, неравенство выполняется. Значит, и на всем пути она у нас выполнялась. Значит, и в стартовой точке тоже выполнялась. Вот таким образом мы доказали это неравенство. Хаши для трех перемен, рассматриваем линии уровней функции. Если иметь, если использовать вот этот прием, то полезно иметь в своем распоряжении как можно больше линий уровня различных функций. Вот, кстати, если бы мы знали линии уровней вот этой функции, ху плюс у, то мы могли бы исследовать это неравенство без разложения на множители. Поэтому можно просмотреть такую вспомогательную задачу. Рассмотрим уравнение. Ху плюс у равняется цель. Все это в первой части у нас происходит. Какая линия соответствует этому уравнению? Сумма кубов равняется константе. Что это за линия будет? Х плюс у равняется цель. Мы знаем это. Отрезок прямой. Х квадрат плюс у квадрат равняется цель. Это в первой части у дуга окружности. А вот это линия х куб плюс у куб.